Апостолы Христовы – сердца чистые, пламенные, самые способные вместить всю глубину и все величие учения Христова. Они своей проповедью покорили весь мир Христов. Накануне Церковь отмечала День представления апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В этот день епископ Клинцовский Трубчевский Владимир возглавил Божественную Литургию в Покровском храме поселка Злынка на Возыбсковского благочиния. Апостолы Христовы. Всех их любил Господь, но особо горячей любовью любил Иоанна Богослова, которого призвал на путь апостольства в юности его. Церковь отмечает его безмерное величие и в том, что Иоанн Богослов был евангелистом, написавшим величайшие из четырех Евангелий, в котором с огромной силой и глубиной свидетельствует миру о божественности Господа Иисуса Христа. После литургии прихожане прошли крестного хода вокруг храма, после которого к ним обратился правящий архиерей. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Владыка Владимир произнес слова из первого послания от Иоанна и призвал молящихся любить друг друга. Самая главная заповедь – долюбите друг друга. Больше этой заповеди нет, это высшее. Но любить – это не просто любить друг друга. Ведь о чем говорится? Жертвенно любить. У нас любовь – понятие многогранное. И супружеская любовь, и братская любовь. А здесь имеется в виду – долюбите друг друга – это жертвенная любовь. То есть готовность пожертвовать своей жизни ради другого. Вот о чем говорится в Евангелии, о чем постоянно и неустанно повторял и призывал святый апостол Иоанн Богослов. Вот этому призыву и мы с вами давайте прислушаемся. И пока мы живы, возлюбим друг друга. Недарокий божественный литургий начинается с евхаристический канон. Со слов «возлюбим друг друга, да единомыслием исповедуем». Оказывается, без любви исповедовать Господа нельзя. Вот к чему нас всегда призывал и призывает сам Господь и Его евангелист Иоанн Богослов. Продолжение следует...